У меня чуть сердце в пятки не ушло Привет, кто зашел на мой канал Сегодня у нас с вами праздник, потому что этой рубрики уже очень давно не было на моем канале Может быть кто-то из вас еще помнит, что я снимала не только бьюти-гаджеты, но и гаджеты для кухни Наверное, вы просто очень мало времени проводите на кухне Какие? Получается, вас, наверное, меньше всего тема готовки интересует, но на самом деле, очень много полезных штук я открыла в таких роликах, которые здорово бы простили жизнь на кухне, в том числе сегодня я покажу несколько гаджетов которые, как по мне ну, реально здорово пригодятся Сегодня у нас будет тест новых гаджетов для кухни с Алика Так что погнали начинать И про лайк не забудьте Раз уж я сегодня в зеленой футболке то пусть у меня полка подсвечивается зеленым Я люблю кофе, особенно по утрам иногда не только по утрам Если бы чрезмерное употребление кофе не наносило вред организму, то я бы, наверное, жрала его каждый час И с удовольствием бы даже посидела на кофейной диете Вы догадались уже, наверное, что гаджет будет как-то связан с кофе Так вот, я нашла вот такое приспособление Называется это ручка для рисования на кофе Я помню, кстати, как-то покупала такие специальные шаблончики которые нужно накладывать на кофе сверху и посыпать корицей И типа рисунок с этого шаблона как бы оказывается на пинке у кофе У кого тоже была такая тема, напишите Но здесь как бы никаких трафаретов нету придется само рисовать Примерно вот такие рисунки я должна нарисовать Даже это для меня, наверное, слишком красиво Но я попробую Эта ручка рисует специями Можно засыпать сюда, например, корицу Самый распространенный продукт для рисования на кофе И ее, между прочим, можно не только для кофе использовать А также для каких-то других блюд Вернее, для их украшения Почувствуй себя настоящим баристом Ручка для рисования стоила всего 192 рубля Кофеечек с пенкой у меня уже готов Кстати, решила засыпать не корицу, как обычно это делают А какао-порошок И мне сейчас нужно как-то попасть вот в эту щель Но что-то я сомневаюсь, что у меня это выйдет нормально Вот, даже ложечку маленькую приготовила Вот без этого я тут явно не обошлось бы Закрыть вот так Захлопнуть Я попробую сейчас нарисовать цветочек Ой, что-то она плохо Значит, решила сделать рисунок А ручка просто перестала работать Вернее, слышно, как шумит механизм внутри Когда нажимаю кнопку Но на этом все Если только прям самой эту ручку трясти То тогда какао начинает дозироваться Но о каком рисунке тогда может идти речь Первый гаджет и уже такое разочарование Ну кто не любит смузи? Учитывая то, что в нашей семье смузи в основном пью только я Муж предпочитает больше воду Много-то мне и не надо И еще у меня постоянно посещает линца Доставать этот блендер Собирать его Короче, столько заморочек И я нашла прям для себя вот такой вот мини-блендер Он реально мини Как я понимаю, он может работать и без розетки Отличная идея Да, объем здесь небольшой Но на один стаканчик смузи хватит Блендер я откопала за 586 рублей Очень бюджетный Главное, чтобы работало Небракованный был Потому что я его еще не проверяла Он у меня уже давненько лежит Но вместе с вами сейчас и посмотрим Посмотрим, попью я сегодня смузи или нет Сразу вывалился вот такой вот проводочек И вот он сам блендер Абсолютно ничего лишнего Очень портативный маленький блендер Размера с термос Круто Всего одна кнопка И отверстие для заряда Так, откроем Смотрите, здесь есть вот такая крышка С дырочками Прикольно удобная ручка силиконовая За которую можно его повесить куда угодно Этим проводком я его сейчас заряжу И надеюсь, он у меня будет крутиться Вроде бы блендер зарядился Вначале горела красная лампочка Теперь уже голубая Это, наверное, значит, что полный заряд Я думаю Так, интересно, он работает с зарядкой Ничего не работает Оказывается, пока в нем нет жидкости А вернее, пока эта жидкость не будет выше вот этого лезвия Он не будет крутиться Есть у меня подозрение, что он не сможет перемолоть Какие-то более плотные фрукты и овощи Потому что уж очень какой-то хлипенький штырек Но надеюсь, нам удастся сейчас что-нибудь приготовить Потому что, в принципе, ягоды довольно-таки мягкие Немного бананчика Осталось теперь только включить Начинаем включать И он не работает И все-таки, видимо, я была права Мне попался бракованный блендер Ну, хотя бы вы теперь знаете, что существует вот такой гаджет И также знаете, что он может прийти бракованный Как у меня Мне эта ситуация дико не нравится Поэтому я все-таки перезакажу этот блендер И уже в каком-то из следующих видео с гаджетами Попробую его снова Естественно, буду заказывать уже в другом магазине Пусть он будет стоить подороже Но зато рабочий Вот этот гаджет мне показался, наверное, самым полезным из всех Очень много блюд, которые нужно прям постоянно помешивать Например, каша, суп, макароны, соусы какие-то Так вот, с этим гаджетом не нужно мешать Он все делает за вас Его нужно просто поставить в кастрюлю, включить и все Можно потом об этой кастрюле забыть и вернуться, когда уже блюдо приготовится, например Это называется автоматическая мешалка для еды Причем у этой мешалки есть три скорости Интенсивность мешания вы можете задать сами Заказала, между прочим, всего за 237 рублей Хотя эти мешалки стоят у некоторых продавцов гораздо-гораздо дороже Вот, например, вижу за 768 рублей продается Ко мне пришла вот такая вот коробочка Она, конечно, помятая, потрепала ее жизнь Но, тем не менее, нам она не так важна Важен сам гаджет Это ручка, в которую вставляются батарейки Вот эта штука должна вертеться и мешать А эта силиконовая хреновина, наверное, должна вот сюда надеваться, когда мы ставим батарейки Механизм сборки прям простейший Всего здесь надо четыре батарейки обычных пальчиковых У меня чуть сердце в пятки не ушло Все, батарейки вставлены, можно крышкой закрывать Ой, а крышка теперь нихрена не закрывается О, все закрылось На макушке силиконовой ручки находится кнопочка включения, на которую нужно нажать И гаджет заработает Вставляем ручку в мешалку Пластик случайно где-нибудь в кастрюле не расплавится Давайте пробовать Включаю Все, включаю По сути она просто вибрирует Я думала она будет крутиться Может быть это просто такой режим Так, еще раз О, она сильнее начала вибрировать Еще раз нажимаем Третий режим нельзя включать Она у меня просто выскочила из рук И улетела на кровать И вся развалилась Ну и гаджет на соплях весь держится Первое, что мне пришло на ум, чтобы попробовать эту мешалку Самое распространенное блюдо Это макароны У меня как раз здесь осталось немного Их же нужно постоянно помешивать Но сейчас я закину макароны в кастрюлю И не буду мешать ложкой Просто засуну туда вот эту вот странную штуку Да, кипит вода И закидываем туда макарошки Вообще, кстати, если добавить макароны немножко растительному маслу То они не будут так прилипать Вода не должна переплюнуть вот эту линию Потому что здесь у нас батарейки А если батарейки скроют То, скорее всего, эта штука больше не будет работать Я ее туда опускаю Ну, смотрите, здесь еще можно много воды налить И включаю Надеюсь, она у меня сейчас не улетит куда-нибудь в угол Вот, смотрите А она двигается там внутри Я-то думала, она не будет работать Ну, смотрите-ка, все прекрасно Требезжит, конечно, очень громко Раздражающе, я бы сказала Ой Да Надолго ее не оставишь тут Какого хрена? Смотрите Вот эта штука, походу, от температуры загнулась Вот, короче Хера Она еще больше загнулась, девочки Эта штука все-таки не предназначена для высоких температур Потому что пластик, он просто загибается Что ей вообще можно мешать Если бы ножки были металлические То, скорее всего, такого бы не произошло Я видела такую мешалку на Алике с металлическими ножками Не знаю, может быть, попробовать ее заказать Жду от вас с большого пальчика вверх Это будет классной для меня поддержкой И, конечно же, не забывайте смотреть мои предыдущие ролики Там много всего интересного, полезного Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм Всех люблю И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok